Риб – это город, которому всегда удается удивлять. Куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни повернули, нас всегда ждет сюрприз. Мы находимся на площади Уста Истины. Перед нами древняя церковь Санта-Мария Инкосмедин, также известная как греческая школа. В этой церкви до сих пор мессы проходят на греческом языке. Считается, что греческая школа была возведена в VI веке на месте грандиозного алтаря, посвященного Гераклу, который находился на бычьем форуме рядом с храмом Геракла. Между круглым храмом и алтарем находилась огромная статуя Геракла. Позолоченная бронзовая статуя была обнаружена при раскопках на бычьем форуме в начале XVI века, и сейчас она находится в Капитолийских музеях. Ее высота – 241 см. Фигура Геракла держит в правой руке дубинку, а в левой руке – три яблока. Храм и алтарь были возведены после того, как Геракл убил Какуса. Когда Геракл пришел в Рим, он остановился на Палатинском холме. Пока он спал, отдыхал, разбойник Какус угнал у него из стада несколько быков и загнал их в свою пещеру Авентинского холма задом наперед, тащая их за хвост, чтобы спутать следы. Когда Геракл проснулся и хотел продолжить путь, то обнаружил, что в стаде-то не хватает лучших животных. Долгие поиски их ничего не дали. И тут он услышал мычание. Какус тащил в пещеру быков за хвост, и они никак не хотели заходить. Геракл пошел на мычание и вышел к пещере Какуса. В схватке Геракл убил Какуса, выгнал своих коров и быков из пещеры и пошел вслед за ними, а тело великана он волочил за ноги. Жители облегченно вздохнули, узнав, что пришел конец зверским грабежам и убийствам. Ведь великан Какус был убийцей грабитель, опустошавший окрестности. Он держал в смертном страхе всех местных жителей. Здешние пастухи воздвигли победителю алтарь и установили, чтобы отныне героя Геракла почитали как Бога. Люди верили, что Геракл охраняет природу, приносит благополучие, богатство и защищает честных людей. Потом на этом месте образовался бычий рынок. Рядом находился порт, куда приходили суда с товаром, а на площади велась бойкая торговля. Продавали скот, мясо, а рядом был овощной рынок, где продавали овощи, фрукты, оливковое масло. Храм Геракла был почитаемым храмом, так как он стал защитником торговли. Ведь этот район был центром торговли, куда поставляли товар из разных стран. Колонны, которые встроены в левую стену церкви, могли принадлежать храму богини Анонны. Там в древние времена раздавали пшеницу бедным. Первоначально здесь стоял алтарь, посвященный Гераклу. А потом на этом месте построили прямоугольный храм богини Анонны. Там хранили зерно. Рим как лазанье. На одном месте можно одновременно осмотреть остатки разных строений, построенных в разное время. Когда папа Адриан I в 782 году приказал перестроить здание, в это время колонны от храма Анонны и были включены в церковь. Церковь разделили на три нефа и щедро украсили. Она получила название Санта-Мария Скола Грека, по названию общины греков, которая находилась здесь. Второе название церкви было Санта-Мария Инкосмедин. В средние века этот храм считался одним из самых красивых в Риме. Второе название церкви Санта-Мария Инкосмедин произошло от греческого слова «космедион». Это слово звучит как косметика, да и на самом деле оно означает украшение. Конечно же, видно, что колонны использовались повторно. Они разной высоты, сделаны из разного мрамора и имеют разную форму. Чтобы добиться одной высоты, колонну устанавливали на основание. Этот черный камень, их по бокам два, видимо, был когда-то гирей для больших весов на бычьем форуме, где продавали крупно-рогатый скот. Когда мы говорим о римских церквях, то упоминаем, что они были построены на могиле мученика или доме, где он жил. Церковь Санта-Мария Инкосмедин не стоит на могиле мученика. Но в боковом алтаре церкви хранится главная реликвия – череп Святого Валентина. Каждый год 14 февраля здесь много цветов. День Святого Валентина или День всех влюбленных, который мы отмечаем 14 февраля, был назван именем мученика Валентина. Дорогие друзья, сегодня я хочу рассказать вам историю о празднике Древнего Рима Луперкалии и историю Святого Валентина. В Древнем Риме детская смертность была очень высока. Было время до нашей эры, когда Рим чуть не вымер. У женщин рождались мертвые дети. Предсказатели сказали, что для повышения рождаемости необходим обряд, где женщину должны бить плетьми, сделанными из кожи животного, принесенного в жертву. Детей было очень мало в Риме. И люди думали, что это наказание. И, конечно, поверили в обряд, чтобы повысить рождаемость детей. Обряд проводился каждый год 15 февраля у грота, где волчица выкормила близнецов Ромула и Рема, основателей Рима. Праздник назывался Луперкалия. Лупа в переводе с итальянского – волчица. В 2007 году итальянские археологи объявили о том, что они нашли святилище, где проходил обряд. Он находится на холме Палатин. Там, где волчица вскормила близнецов Ромула и Рема. Во время обряда приносили в жертву животного, а из его кожи делали плети. Потом мужчины брали плети и голыми бегали по городу. Они хлистали тех, кто попадался под руку. Женщины не уворачивались, они подставляли себя под удар. Они считали, что удары этих плетей помогут им забеременеть и легко родить. Этот праздник был очень популярен. Даже тогда, когда многие языческие праздники уже были отменены, когда на смену язычества пришло христианство. Но этот обряд еще долгое время существовал. Позже этот праздник был запрещен. Так сложились звезды, что почти в то же время, только не 15 февраля, как праздновали этот праздник, а 14 февраля, произошло другое событие. Сегодня, 14 февраля, мы отмечаем праздник всех влюбленных. А сейчас я расскажу вам легенду о Святом Валентине. Говорят, что на самом деле святых Валентинов, умерших в Древнем Риме в 269 году, и почитаемых в один и тот же день было два. Один из них был молодой и был в Риме проповедником и врачом. Во время гонения христиан он был казнен. Другой Валентин жил недалеко от Рима и погиб смертью мученика от рук язычников. Сегодня я расскажу вам легенду про Валентина, который был проповедником и врачом. В Древнем Риме жил врач по имени Валентин. Он выписывал больным лекарства с очень приятным вкусом. Он смешивал горькие микстуры с вином, молоком, медом, промывал раны вином и использовал травы для облегчения боли. Валентин также был и проповедником христианской веры. Валентин жил во времена Клавдия II, при котором было много захватнических войн. У Клавдия возникли проблемы с новым набором солдат в армию. Он понял, что солдаты очень сильно привязаны к своим семьям и решил отменить свадьбы и помолвки. Запрет на брак был большим шоком для римлян, но они не могли идти против императора. Валентин же посчитал этот указ несправедливым и тайно обвенчал молодых влюбленных. Такие вещи не могли оставаться в тайне в течение долгого времени. Когда Клавдий II узнал об этом, Валентин был арестован и казнен за непослушание и отказ принести жертву римским богам. Перед казнью арестованному всегда предлагали принести жертву языческим богам. Так он мог отказаться от христианской веры и остаться живым. Вот такая грустная история. А череп святого Валентина сегодня хранится в боковом алтаре церкви Санта Мария Инкосмедин. Приближается 14 февраля, праздник всех влюбленных. Именно здесь, в этой церкви, я хочу поздравить вас всех с этим праздником. Желаю вам светлых, безоблачных дней и благополучия. Пусть тот, кто ищет любовь, найдет свое счастье. А у кого есть семья и любимый человек, постарайтесь сохранить теплоту чувств и нежность. Пусть царит любовь в ваших сердцах. С праздником, дорогие друзья! В портике церкви находится детектор лжи или уста истины. Людей, которых подозревали в даче ложных показаний, приводили сюда и заставляли класть руку в рот кустам истины. Если на заданный вопрос человек говорил неправду, то уста истины могли укусить или откусить руку. Редко портик с устами истины можно увидеть таким пустым. Обычно в высокий туристический сезон здесь собираются огромные очереди, чтобы сфотографироваться. В церкви есть магазин с сувенирами. Но я зашла сюда не ради сувениров. Здесь находится мозаика VIII века, которая была перенесена сюда из старой церкви Сан-Пьетро. Казалось бы, на такой маленькой площади находятся несколько сооружений разных времен, не похожих друг на друга и выполненные в разных стилях. Но поражает то, что в общей картине это смотрится просто великолепно. Какой же все-таки удивительный Рим. Римляне бережно стараются сохранить всю историю. Пусть это иногда бывает разбросано, смешано, непонятно. Но когда знаешь историю этого удивительного города, все пазлы собираются в одну картинку. Я сейчас нахожусь у театра Марцелла, где и хочу закончить нашу сегодняшнюю прогулку. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. До скорой встречи! И с многими из вас мы скоро пойдем гулять по вечному городу. Продолжение следует...